Соперники готовы к бою. Волнение нарастает. Сегодня решат, кто войдет в национальную сборную. В Химках прошел отборочный турнир по фехтованию на рапирах. Состязание сильнейших спортсменов в России. Здесь, в центре фехтования Эльгара Мамедова, действующие чемпионы мира и призеры Олимпиад. Всего в турнире участвуют почти 70 человек из разных регионов страны. Главный инструмент фехтовальщика – рапира. Укол считается засчитанным, когда наконечник попадает в корпус противника. В этом спорте важна не только выносливость, скорость и умение найти баланс. Фехтовальщик – стратег. Он постоянно принимает тактические решения и делает это молниеносно. Фехтовальщик называют шахматами в движении. То есть мы должны просчитать на нескольких ходах вперед, где у нас противник будет. Потому что ты колешь не противника, а ты предполагаешь, где противник будет. Он от тебя отойдет, то есть ты уже колешь в ту точку, где он будет. Или он сломает дистанцию и ты должен не промахнуться. Химчанин Дмитрий Жеребченко впервые взял в руки рапиру в 8 лет. Под впечатлением от фильмов и книг. Увлекла романтика фехтования. Сейчас он чемпион мира. Это отборочное соревнование первое после выступления на чемпионате мира в июле. Самое время вспомнить атмосферу конкуренции и азарта. Я бы назвал это больше подготовительный этап к более важным соревнованиям. Но, тем не менее, уже здесь мы набираем очки. И здесь начинает определяться команда, которая в конце сезона, следующим летом, будет выступать на чемпионате Европы и мира. По итогам турнира Дмитрий обеспечил себе участие в мировых чемпионатах, заняв второе место. Первым стал москвич Алексей Черемисинов. В тройку лидеров также вошли Дмитрий Ригин из Санкт-Петербурга и Кирилл Бородачев из Самары. Ксения Брагина, Матвей Шинкаренко, Служба новостей.